В 12-м туре Дина встречалась с московским Спартаком. Это противостояние, которое стало принципиальным еще в 90-е, и сегодня вызывает у болельщиков море эмоций. Не случайно трибуны Дворца спорта «Квант» в эти дни были переполнены. И зрители точно пришли не зря. Первая игра подарила зрителям 12 голов. Счет в матче на 13-й минуте открыли хозяева. После паса Кутузова Дмитрий Прудников мощно пробил в касании. Не без помощи капитана забил один и второй гол в этой встрече. Фолл на 14-м номере привел к штрафному удару, который разыграли Прудников и Эскердини. Забитый гол бразилец, кстати, посвятил Алимау, который из-за травмы не смог выйти на паркет. В той игре он сказал, если ты забьешь гол, вот так вот руки подставь к ушам. Ну, мы его шутим, его подкалываем, потому что у него большие уши, ушастые. Поэтому я как бы этим самым показал, что гол посвятил ему. На 16-й минуте Эскердини вновь обновил свою статистику. Легко разобравшись с Морена, он забил третий мяч в этой игре. Однако за минуту до перерыва пушкари все-таки пропустили. Один из лидеров красно-белых, упомянутый ранее Морена, Леско пробил с правой ноги. 3-1, конец первого тайма. Вторая половина встречи началась с гола Дины. Кутузов после передачи Прудникова отправил мяч в ближний угол. Но разница плюс 3 сохранялась недолго. На 29-й минуте Морена оформил дубль, обойдя троих игроков императорского клуба. 4-2. В это время наставник красно-белых решил поменять голкипера. Вместо Дмитрия Бондарева в ворота встал Артем Салахов. Но и это не спасло Спартак от следующего гола. Эскердини на классе обыграл соперников, и вот уже хет-трик. Сказалось мастерство соперника. Ребята высококлассные. Те моменты, которые у них есть, они используют на все 100%. Однако радоваться болельщикам в этот день приходилось не только количеству голов, но и их качеству. На 36-й минуте Диновцы разыграли красивейшую комбинацию. Хамадиев отдал Прудникову в центр штрафной, а тот в касание переправил мяч на Мишарина, который точно замкнул передачу. 6-2. Но даже после этого сопротивление Спартака не ослабло. На 39-й минуте Артем Ниязов оказался незакрыт во время подачи углового и, воспользовавшись моментом, забил третий гол для команды. Еще через пять минут гости снова сократили разрыв в счете. Федор Зинченко с подачи Ниязова забил в нижний угол. 6-4. Очень много ошибок в обороне. И соперник сегодня нам доставил слишком много хлопот. Были эпизоды матча, когда мы просто проваливались, нас наказывали, а еще и не наказывали. Поэтому я думаю, что нам будет над чем поработать и в ближайших матчах, и вообще в тренировочном процессе, потому что мы слишком много пропускаем. Правда, от ошибок не оградили себя и спартаковцы. На 45-й минуте Роман Гловацких воспользовался ошибкой Сергея Просветова и сделал счет 7-4. Стал минимальный счет, там два мяча мы проигрывали, было время, можно было спасать. Но опять же, при всем уважении к сопернику, который просто много моментов создавал, мы еще подарки делали, да, то есть в виде там седьмого мяча, когда на ровном месте вратарь и защитник у нас не могут разобраться, кто на мяч выходит. И все, уже разрыв три мяча, уже было сложно вернуться в игру. Этот гол Диновцев был лишь запятой в матче. Логичную точку поставил Прудников, обыграв вратаря и забив гол за 5 секунд до конца. 8-4, итоговый счет, и еще три очка в копилку команды Юдина. Впереди борьба за лидерство в турнирной таблице, пока Дина идет на четвертом месте, и вторая игра со Спартаком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова